Кто из вас слышал о лаборатории данных? Есть люди, которые не слышали о лаборатории данных? У нас есть сайт, на котором мы рассказываем о том, что мы делаем. И там есть несколько хороших видео. Таня Мичухиной, она же Таня Бибикова, которая наш директор и которая занимается дизайном компании в основном. И, соответственно, она гораздо лучше меня рассказывает о визуализации с точки зрения дизайна. Если интересно послушать именно об этом, то советую посмотреть видосики. Можно прямо по ссылке с презентацией, презентация, конечно, будет выложена, или же по ссылке с сайта. Я сегодня расскажу именно про технологии. И такой ужасный срыв покровов, самый байсис наш, это веб-технологии. Мы делаем все именно на них. Поясню, какие тут вообще возможные альтернативы. Есть система визуализации данных в группе веба. Это, очевидно, знакомый всем Excel, который можно использовать для построения графиков. Это, возможно, менее знакомый всем табло, который предоставляет довольно гибкий инструмент для исследования данных. Это системы, включающие в себя программирование, базирующиеся, например, язык программирования R, которые многие используют для простого статистического анализа данных и другие инструменты. Мы используем именно веб-технологии. В этом есть несколько причин. Какие-то из них очевидны, какие-то нет. По очевидным причинам все, что вы выкладываете в веб, очень легко распространять. Ссылку на веб-сайт легко передать другую. С одной страницы можно посмотреть почти на любом устройстве. Это очевидное уже преимущество. Веб-довольно легко описать. Если сравнивать с перспективами создания визуализации на десктопных приложениях, например, я создавал визуализацию еще на J2SE, то есть на языке Java, это гораздо менее удобно, хотя это также возможно и, в принципе, бывает производительнее. Веб-приложение создавать довольно легко. Думаю, что вряд ли для кого-то это сюрпризом будет. Одно из ключевых преимуществ, почему мы выбираем веб на веб, очень быстро можно создать прототип и очень легко можно его развить, строить существующую систему, фреймворк, CMS, что угодно, и визуализировать данные. Соответственно, следующей нашей ступенькой, которую мы используем в наших технологиях, является SVG. Поднимите, пожалуйста, руки, если кто-то не знает, что такое SVG, мне... О, ура, все знают, что такое SVG. Все думают, что знают SVG. Хорошо, а кто, поднимите руки, кто никогда не использовал SVG, не писал на нем самый цикл тоже. Ага, ага, вижу, вижу, ваши руки многочисленные, у нас сегодня очень много. Со SVG все не очень, опять же, очевидно обстоит. В отличие от простых веб-технологий, которые известны всем HTML, со CSS JavaScript, со SVG знакомы не все, и его возможности представляют себе тоже не все. У меня есть любимая ссылка на доклад человека с никнеймом Люкси, если я не ошибаюсь, женского пола. Там прекрасно рассказывается об особенностях SVG, которые можно использовать в свою пользу. Там очень много того, что практически никак невозможно добиться простым использованием HTML. Я даже перечислять, в общем, все, наверное, не стану. Там реально десятки фич, которые можно использовать, которые нет в вообще никакого видео в HTML, которые по афинным причинам, конечно, там и появятся. Просто потому, что эти задачи решают в CG, и в HTML этих причинам, ну, в общем, нет заметки. Это включает в себя полноценные ингредиенты, графические эффекты, в том числе афинные преобразования. Можно из-за CG использовать там буквально несколько фич и уже получить довольно интересный результат. Особенно, как бы, ну, как я, например, учил на его фиши CG, которые могут понадобиться не в работе, я часто хожу к Майку Боскопу на его blogs. Blogs — это система, которая просто запускает ваши кисы с фиксармом и показывает кист в браузере, как приложение с инстичными и так далее. Соответственно, приезжаем все, что вы в данном встрече, удобная интерфейс виртуализации, сейчас я скажу. Вот так, например, выглядит блогс, если... Сейчас, секунду, выключить, не нужно. Просто набор кистов, то есть вы стоите в кисте в браузере, если вы зайдете в свой блогс, используя нитейм с браузера в разных строках, вы попадете на визуализацию ваших кистов. Ну, у Майка есть довольно много, это основные кисты, которые, как или иначе, используются в его статьях на сайте, в листы, которые потом превращаются в визуализацию для Нью-Йорк Таймс. Здесь можно посмотреть на то, как, ну, просто используются кистический дефицит, создатель для тех, которые, на мой взгляд, очень полезный ресурс. И я сюда стараюсь хранить, но хотя бы, там, с пара недели, вдруг еще по-новому, это появится. У нас в лаборатории тоже потихонечку экспериментированность в режиме. Пока что за экспериментом, соответственно, найдешь, который тут присутствует. И у нас чуть-чуть другой диапазон экспериментов. Один из последних, например, был у нас еще один из этой передачи, который может быть хорошим, но постараюсь объяснить, думаю, что все равно видно. Вот интересный вопрос. Наверняка знаете, если читаете паблики, контакты, всякие оцепленные замечательные протестологии, Часто можно встретить совет на тему «Живите строго по часам, вот в 6 часов утра надо делать вот это, вставайте обязательно на пробежечку, 7 вот это, 8 вот это, там 9 минут заспать». У меня всегда казалось, что этот совет, как минимум, отказанная реальность просто потому, что время по солнцу отличается от времени по часам. И было интересно, насколько это так, мы построили такую визуализацию. И здесь увидеть, как минимум, китайские регионы, которые наиболее явно выражены. А время в Италии извинято от лондонского, от технического, на 8 часов. Соответственно, на 8 часов раньше там начинается новый рейд. И регионы в Италии, которые я сейчас отможу мышкой, это актуально. Там действительно, когда часа полдень, солнце будет прямо над вами. И во всем Италии, они чисто и больше. Цена, потому что цена довольно большая. И если мы смотрим на эту визуализацию рейд в Италии, то мы видим, что цвета сильно меняются. А практически получается, что люди, которые живут гораздо западнее, на 3 часа. На 3 часа у них должно быть извинута время, а оно извинута. Поэтому у них, например, на часах полдень, а солнце летит на 9 утра. Такую интересную штуку увидели, просто построили такую визуализацию. Для других стран-кородов здесь, думаю, да, менее наглядная, это видно. Но, во всяком случае, на этом, что в России почти в каждом регионе страны, западный кусок, всегда будет такой же лутоватый и красноватый. Отключается адресного регионов. И вот здесь вот, на границе Санкт-Петербурга и Хельсинге видно, что, да, здесь, по-моему, слабовато видно. Проектор, к сожалению, долго не подключил. В Хельсинге время довольно правильно. Часового ухода с плюс 2 часа от времени еще. А у нас, соответственно, через три граница встых, и получается, что в Санкт-Петербурге мы живем практически взглянутое на час во времени. Вот, такую простую штуку у нас будет построена. А, просто 3GS. Соответственно, для того, чтобы строить документ, для того, чтобы программировать его, будь это просто HTML-документ и 3GSG, и в том числе можно, ну, даже рекомендации использовать в некотором желании, мы используем для тех, кто 3GS. А есть кто-то, для кого это совсем не таковая штука, и вообще на этом счет у нее, пожалуйста, рекомендируйте. Ага. Все так. Три, немножко, наверное, наполнил jQuery, я сначала его осваиваю, для тех, в принципе, начинающие с того, что давайте мы работаем с вывергами. То есть выверг — это элементы элемента. А у нее, она фактически по-другому, это сравнил jQuery. Она несколько менее поощряет создавать платины и работать с элементами интерфейса, она немножко по-другому. Она дает хорошую работу с ESG элементами. И вот для нас, прежде всего, она содержит какие-то фичи. Если вы работали с приборами типа ПЭКПОН, РИА, КЭКПОЛО, вы представляете, что вам нужно связывать данные. То есть давать некоторый гидинг, привязывая значение текста или параметров в элементе документа к замещению данных, например, отгрузки сервака, делаются в пользовательском и так далее. А T3 решает эту проблему, с этим, и прочим, она умеет загружать данные, капсулировать себя на отгрузку, она их хорошо поапсит. Понятно, что нет особого кофета с тем, чтобы распарсить, допустим, JSON или C, но есть, например, задача распарсить от CSV. Это CSV – любые форматы с простыми разведителями, приоритетесь в объект. Это делает прекрасно. И построив их простой контактип на Т3, за это основанность довольно просто. Ты берёшь для себя максимум работы в такой простой задачи. А T3, по сравнению с другими конвертами, которые вы используете для разработки, даёт делать доисвольность синхронной анимации. Это важно. Я выясню, даже смогли увидеть, выясню слова. Что такое производитель? Наверняка знаете, что в веб-технологиях в CSS современном есть возможность создавать CSS-санимации. Для каких общих проблем нет, кроме того, что анимации строго прописаны. Например, вы можете санимировать, допустим, протрачность в рамках единицы, или санимировать цвет, санимировать практически любые параметры. Но если вам нужен, например, 50 SRG-элементов передвинуть синхронно из одной дворечки зависимых данных в другую, это становится проблемой. D3, значит, решает. Вы, используя возможности создания выбора, выбираете элементы, указывая их параметры анимации, и анимируете элементы. Это работает, скажем так, даже лучше, чем в JV, и гораздо удобнее, на мой взгляд. Просто потому, что D3 позволяет подсинхронизировать к уже созданной анимации наборы аниментов. Можно, например, создав одну анимацию, санимировать целый набор основных элементов, все они будут синхронизированы по началу их и по роду бизнеса. Это очень удобно, если вам нужен для того, чтобы делать строкейс, который, так или иначе, показывает инфляционные данные. Достанет представляет также набор полезных инфляций. Я объясню, опять же, что это значит. Тут, в зависимости от сферы, которой вы занимаетесь, найдете для себя что-то, соответственно, важное. Что важнее всего для нас с визуализацией? Это составная модель D3 умеет для вас контактировать цвета между самыми часто используемыми моделями, такими, как, понятно, RGB и HCL, HCL. Также прекрасно редактируют HCL, которые мы используем в сферы и ULAW, которые вместе с HCL учитывают параметры того, как мы воспринимаем цвета. Эти модели гораздо ближе к... Опа. Я договорился. Сейчас, две секунды. А две секунды? Нормально, я договорился, у меня не отключился. Как выяснилось? А. D3 дает возможность создавать элементы, которые вас воспринимают как одномерные. Если вы когда-нибудь смотрели на радугу, как ее представляет RGB модель, вы наверняка видели, что она совершенно неоднородная. Д3 помогает эту проблему выдержать. Если интересно, то покажу соответствующий влог. D3 предоставляет прекрасные инструменты для работы с графическими проекциями. Собственно, это, наверное, первая библиотека, которую я видел, которая позволяет легко создавать свои проекции, которых там еще нет. Также предоставляет очень большой набор графических проекций. Я, пожалуй, продемонстрирую опять же, чтобы не было фонами. Просто чтобы вы представляли масштабы детства. Или масштабы возможностей, что мне очень нравится. вот здесь предоставляют 12, их на самом деле еще немножко больше. Я объясню, что предоставляют проекции. Три предоставляют математические функции, которые конвертируют координаты на карте в координаты на играхе при параметрах. Когда мы говорим, что карта должна заниматься столько традиций, должна быть с какого-то движения и с каких-то звиков. или точно так же дает возможность конвертировать координаты наоборот. Если вы уже создали эту карту, вы можете сделать ее интерактивным, где вам нужно какие-то движения, что угодно. Вам нужно представлять, с какой точки на карте это соответствует. А внутри представляют какие-то инструменты, как теоретическая проекция работает и в обратном направлении, это больше удобно, если как только вам нужно работать с картой. Я еще упомянул вкратце, внутри представляю несколько утилит, которые обсчитывают графические компоненты. Причем, что это значит. Например, вам нужно посчитать, как предвидеть на полочителю, если его представить в виде так называемого графика улава, или представить данные в виде географического дерева. Как вам рассчитать координаты для каждого из узлов? Собственно, можно писать свою какую-то математику внутри представляет опять же большой список людей, которые эти задачи решают. Практически все, что связано с расстановкой элементов по самому графику, будь то барчарт, или пайчарт, луковая диаграмма, какие вам представляют эти проблемы? Их нет, можно использовать готовые внутри. Опять же, советую, если становится актуальным, посмотреть, всегда нужно майкл просто в блоксе. Сейчас просто открою какой-нибудь пример. Ну, например, вот такой. А вот видите, которая с механизмами расставляет видео какого вещества. Она соответственно учитывает размеры доступного биборта, вычитывает существование подписей, раскраживатель при этом заработка сюда. Вот. И D3 джаз покрывает, в общем-то, пользуясь задачей если они сводятся к программе Prototype. То есть если у вас задача посмотреть каким-то новым способом на имеющиеся данные, и вам хочется поэкспериментировать с динамической программой цели построить, то D3 дает вам возможности после до этого дойти. Документация вся на хорошем английском. Мы начали деморологическую документацию. Экспериментируем с форматом, можно сказать. В целом документация D3 на мой взгляд гораздо лучше, мой контролю бюдиотек отвечает на возникающие вопросы. И мы пожалуй двигаемся дальше. Помимо D3 мы в разработке индивидуализации используем бюдиотеки, которые используют почти все сайта, я просто кратко пересню. Дальник знакомый, опять же, почти все моменты JS, прекрасный для тех, где работают с датами, времени, сравнения дат, для форматирования и басинга. По моему опыту, в этой области лучше, чем момент будет существовать, мы используем для всех таких задач. То есть практически не храним до даты и времени, как объекты, например, строки, массивающиеся объекты, они не всегда в моменте, чтобы у вас было удобно его форматировать в другой момент, и делать сразу не с чем-то. Довольно часто возникают такие задачи, как только вы начинаете работать, например, с временных рядами, с изменениями данных, с которыми они и так далее. По еще один причину вы используете AllDash, для тех, с которыми мало какое предложение сейчас обходится, просто набор форматированных функций, для работы с массивами. Часть из них, как вы, опять же, возможно, знаете, уже JavaScript сам поддерживает, там, например, теоретически как раз вне, как раз вне, как раз вне, сам, в общем-то, большинство функций AllDash, они, так или иначе, или минимумы, но удобно собраны в один набор, и удобно использовать с так называемым рейтингом, когда один разоборачиваете AllDash вне и используете набор написано, например, прогоняете какую-нибудь удалялку, потом делаете какой-нибудь fold, и затем уже сворачиваете все, допустим, как будет старт. AllDash прекрасно, задача решает. Ну, оказывается, здесь можно также использовать AllDash, более классическая штука, ну, AllDash повторяет свой идеал и никаких проблем с его использованием также не снигает. А дальше по достаточно простых причинам используемый bootstrap, очень прекрасный гриотека для CSS. Для, скажем так, CSS основы наших инновидаций открывает большинство каких-то простых элементов, которые, типа, его очень легко дорабатывают своё. Если требуется, скажем так, сейчас переформирую, ну, почти никогда не используем bootstrap в качестве жаловской библиотеки, для нас это важно. Промпоненты bootstrap неплохие, но они, скажем так, они при использовании с библиотеками в твоей электричестве дальше будут стоять не очень хорошо. Мы стараемся к компонентам, которые требуют неконхода, писать самостоятельно и используем с другими библиотеками. Bootstrap для нас, прежде всего, соответственно, библиотек. Это тоже такой фундамент для начала работы. И я расскажу еще чуть-чуть про cross-lauder. Начнем, наверное, с такой реликой картинки. Она символизирует отношения cross-lauder. Я ищу дальше буду слушать и не задерживаться. С cross-lauder есть некоторые проблемы. D3.js, так и как и S&G технологии, не работают со старыми интернет-эксплорерами. Если вы вдруг хотите делать результаты под старыми интернет-эксплорерами, то, скорее всего, вам не подойдет кричьи с нами, нужно будет думать, как обойти, как решить задачи для старых эксплореров. Начиная с девятого эксплорера, можно говорить о хорошей поддержке. Восьмой эксплорер не работает, так, как нам нужно, к сожалению. Здесь сайтик, он скорее так, картинка для привлечения внимания. Когда-то работал в компании, был там даже вопрос в группе, мол, как человек 25 лет имеет опыт 7 лет разработки. 5 лет работал в компании, которая делала разные продукты для сотовых операторов, среди прочего. Мы делали вот такой мобильный портал, и я до сих пор знаю, что там есть мой код. когда видим такие стрелки, я точно вспоминаю, что вот это вот я делал. И с грузбраузерностью большой опыт, в общем, могу сказать, что поддерживать сайт на сотни разных телефонов — это та еще боль. То есть сейчас, когда мы говорим о том, что там сайт должен работать в Firefox, Opera и Chrome, допустим, это просто, ну, счастье под сравнением с тем, что пришлось пережить. Но, тем не менее, прошу помнить, если вы вдруг возьметесь за D3.js и начнете использовать SG, то от старых эксплуоров, боюсь, придется отказаться. Если вдруг все-таки вам понадобится поддержка старого эксплуорера, смотрите в сторону библиотеки Rafael. Она задержит в себе инструменты для работы с VML, если не ошибаюсь. Поддерживается старых интернет-эксплуоров стандарт микрософтовской векторной графики. Сейчас И, конечно, да, я хочу сказать о том, к чему мы в итоге пришли. Лаборатория данных занимается визуализацией уже два года. Мы так или иначе использовали разные технологии просто потому, что были разные разработчики с нами в разное время. Посмотрели на несколько стеков. И то, к чему мы сейчас пришли, это довольно простое такое наблюдение, что если визуализация превращается из маленького прототипа в полноценное приложение, нужно использовать серьезный фреймворк. Для нас это стало AngularJS. Мы еще поэкспериментировали с React. По некоторым причинам он нам не очень подошел. Angular гораздо лучше. Я расскажу, почему он нам по всем причинам подходит. По всем параметрам, которые для нас важны. Есть довольно простые, наверное, проблемы, с которыми легко столкнуться, если вдруг из прототипа на D3JS начнете писать полноценный web-интерфейс. Он очень быстро обрастает с пакетикодом, который пытается управлять событиями разными. Так как интерфейс — это набор еще не только какие-то векторные элементы, а это еще простые поля ввода, кнопки, чертбоксы, что угодно. Любые элементы ввода, управлять ими через D3 — это большая боль. Если вы это тоже попробуете, как и мы, делать, рано или поздно столкнетесь с тем, что код очень трудно правильно структурировать, почти невозможно. И мы для себя нашли решение, которое решило эту проблему и несколько других — это AngularJS. Я думаю, что, опять же, наверняка здесь так или иначе я про него слышал. Вы поднимите руки, пожалуйста, кто использует AngularJS, кто его... Ага, есть такие люди, тоже хорошо. Ага, хорошо. Сейчас, а кто-то совсем не знает, да, про него? Есть? Сори. Ага, хорошо. Ну, Angular — это большая история. Про него там свой уже класс, можно сказать, мемов в интернете на тему его кривой оручения. И это действительно не самый простой фреймворк. Вот в отличие от D3, поиграться с AngularJS за вечер, наверное, более бессмысленная идея, потому что он требует больше ресурса на освоение. Нужно обладать некоторым опытом разработки приложений просто, чтобы понять, зачем вообще там столько накручено всего, зачем там создано столько слоев абстракций. и возможностей. И все-таки давайте к тому, зачем мы его используем. Очень просто. Для нас, прежде всего, Angular — это средство создания интерфейса. Если мы уже, допустим, взяли себе CSS, мы сказали, что вот у нас сама визуализация, само мясо какое-то на D3, мы хотим это обернуть в интерфейс, давать возможности, ну, опять же, наверное, очень понятные, фильтровать нам данные, каким-то образом с ними взаимодействовать, догружать их, если нужно, смотреть на какой-то XRS. Все эти возможности реализуются с построением соответствующего интерфейса кнопки, чип-бокса, поля ввода, поиска, попадажки, что угодно. Гораздо удобнее это все строить на Angular. Есть уже реализованные компоненты, есть те, которые то реализуем сами. С Angular это достаточно просто. При этом сохраняется принцип модульности. В отличие от кода на D3, который превращается во взаимосвязанную лапшу, Angular позволяет вам сохранить компоненты отдельными, независимыми. Если вы пишете, например, свой какой-то поиск с выпадашкой, мы периодически сталкиваемся с похожими задачками, вы точно знаете, что вы можете его завязать на реализацию ваших данных, а можете максимально отвязать, если данные не специфичны, если поиск вам еще понадобится, можно писать так, чтобы учесть это и сделать его максимально абстрактным, подключать не в одно какое-то место, не писать каждый раз заново, а переиспользовать. Это очень удобно. Ну да, здесь такая маленькая еще шутка. Angular может испортить жизнь. Поясню опять же, почему это для нас важно. Это как раз про подводные камни визуализации, если мы создаем их с Angular. Angular начинает подкладывать свинью, когда речь идет о большом количестве элементов, привязок, того, что в Angular называется Watcher. Он работает, обозревая, в общем-то, изменения во всем документе. Учитывая иеракцию, можно создавать изолированные куски интерфейса, которые не будут форсировать всю страницу, проверять удружно, не изменилось ли что. Можно, соответственно, с непривычки воткнуться и начать делать интерфейс, который будет просто на каждый чип, на каждое, допустим, нажатие клавиши, бежать перепроверять, не изменилось ли вообще все у вас на свете, и, соответственно, очень сильно тормозить. Angular требует, когда разрабатываете на нем, учитывать эти особенности, понимать, что плата за модульность, за удобство использования — это производительность. И нужно очень аккуратно с этим быть. Сейчас еще чуть-чуть соображений. А, вот, собственно. Осторожнее с Watch. Каждое наблюдение, каждый вот этот Watch может быть медленным, особенно, если это какой-нибудь Watch на сложный объект или на огромный массив. Но, думаю, здесь можно без даже лишних пояснений. Если использовали, то понимаете. Если не использовали, то узнаете, когда будете использовать. Angular может очень сильно тормозить просто потому, что вы набили в массив 10 тысяч элементов и попробовали вывести это в HTML просто как есть. Это порождает иногда очень большие проблемы. Мы с этим тоже сталкивались. Angular, кстати, несмотря на то, что он позиционируется именно как фрейвор построения интерфейса, неплохо работает со CG. Не так хорошо, как D3, но его можно натаскать. Если вам вдруг требуется, как нам, создавать векторную визуализацию на CG, и вы используете Angular для того, чтобы такое приложение реализовывать, часть задач можно на него смело переложить. Он вполне умеет создавать векторные элементы, управлять ими, скрывать, показывать точно так же, как с HTML. В принципе, почти без особых проблем. Просто учитывать, что для Angular требуется немножко черной магии в этом месте. Но это все прекрасно публицией. И опять же, если вам это актуально, я с удовольствием перелюсь ссылками. Никаких проблем. Ну, это больше такой уже вот именно программистский вопрос. Такой еще совет. Распространяйте обновления событий. Очень просто. Если у вас данные в приложении, это просто набор объектов, которые привязаны к интерфейсам, то при любом изменении, как я уже говорил, срабатывают вот эти вот watch'и, у вас начинает все судорожно перепроверяться и тратить на это время. Если вы знаете, например, что по изменению одного элемента, допустим, поля ввода или чекбокса, вам нужно перерисовать целую кучу, целый кусок интерфейса, есть несколько удобных способов Angular это изолировать, то есть спасти остальной интерфейс от вот этой перерисовки. Один из вариантов — это изолированные скопы. Другой вариант — это вот то, что я тут написал, обновление событий. То есть вы посылаете специальное событие, используя Angular опять же бежок для событий, и получаете его там, где нужно слушать. Нам это помогло ускорить наши сложные визуализации, по моей оценке, раз в десять. То есть та, скажем, та высудорожность, которую уже не первый раз упоминаю, которая возникает при обновлениях, она очень дорого стоит. Angular для производительности нужно очень аккуратно использовать, среди прочего прибегать к таким ухищрениям. Один еще довольно простой совет, и совсем, ну, наверное, для тех, кто начинает только Angular, и еще не знает просто, есть хорошая предотечка Angular Once. Она должна стать, она должна попасть в ядрового фреймворка во второй версии, если я не ошибаюсь. Она позволяет как раз таки не создавать лишнее вот эти наблюдения, она очень просто привязывает данные один раз. То есть появился элемент данных, она его привязала, и больше не смотрит, изменилось, не изменилось, все. Элемент такой, какой есть. Можно менять еще потом его руками, конечно же, используя jQuery, d3, что угодно. Прекрасно подходит для инициализации больших массивов однообразных элементов. Как элементов, опять же, графиков векторных, так и простых элементов документов, на ваш вкус. При этом библиотека Once, она не теряет фичи анкуляра, она позволяет точно так же подключать целые, ну, скажем, то, что называется Angular, директивами, то есть элементы интерфейса, это куски, целые, скажем, блоки вашего приложения. Так, наверное, правильно. Блок с точки зрения как раз, например, брендовской идеологии Яндекса. Вот, этот совет тоже советую рассмотреть. И последний, прокомментируя часть рамента можно проделегировать. Это уже наше наблюдение. Честно говоря, не видел, чтобы это использовалось в, допустим, в туториалах по Angular, поэтому вот делюсь здесь с вами. Возможно, нужно даже написать про это, куда-то кажется, что хорошее решение для нас стало. Angular рендерит элементы, наблюдая изменения, как я уже сказал, в том, что у него называется scope. Можно рендерить элементы другими средствами, например, с использованием библиотеки D3, которую уже упоминали, или же с использованием, например, React, который известен своим довольно быстрым рендерингом. Для React есть специальная библиотека-прослойка, которая подключается к Angular, которая позволяет React взять на себя часть рендеринга интерфейса. Это бывает удобно. Мы рендерим с помощью D3 те куски, которые нужно, как я и рассказывал, про D3 синхронно анимировать. Если у нас есть большой и сложный график, в нем порядка десяти видов разных элементов, которые нужно синхронно, допустим, показать, переместить, часть должны появиться. Они рендерятся с помощью D3, а рендеринг сам вызывается событиями Angular. У нас получилась такая интересная архитектура. Я думаю, что со временем может вырасти в небольшую библиотечку, которую мы будем к Angular подключать. Думаю, что любую ночь хочется во всяком случае. Это будет наш вклад в Open Source. Как-то мы быстро и хорошо так идем. Видимо, потому что я не сказал, что вопросы можно задавать по ходу. Но я думаю, наконец останется. Еще немножко о нашей технологии. Просто то, что мы используем, опять же, для разработки. Ничего здесь очень мега-нового в отличии от наших наработок по Angular 3. Мы для сборки используем Grant. Давно уже проверила себя технология. Используем тоже давно. Очень хочется попробовать Gulp по причине того, что можно добиться лучшей производительности, если мы правильно прочитали. Но пока что не подошли к снаряду. Очень хочется использовать. Но Grant тоже решает свои задачи. Но рендерить не очень быстро. Бывает, что сложные приложения могут рендериться у нас секунд пять. Я еле буду компилироваться, собираться к грантам. Ну, может, потому что с фильтрами перемодерили. Но думаю, что Gulp все равно лучше должен быть сравнивать по бенчмаркам. Мы используем Sars для того, чтобы форматировать стили, для того, чтобы писать их. Дает не очень много фич на сравнение с cost-css, но, опять же, исторически сложилось, что мы его используем. Планируем потихонечку перебираться на cost-css просто потому, что там гораздо больше фич, которые нам очень интересны. Это не только системы раскладки, но и те же переменные, которые в SASE поддерживаются, нестандартные css-функции. И, конечно же, автопрефиксы. Мы используем CoffeeScript — это такой холиварный немножко вопрос. Я, насколько знаю, можно тут как бы в разные стороны тянуть мысли по поводу, что важнее стандартного JavaScript. Давайте подождем, пока он сам разовьется. Или же давайте писать на чем-то другом. Там может быть TypeScript, может быть CoffeeScript. Думаю, что этот вопрос, в общем, не очень существенен, если вы вдруг обнаружили, что вы пишете просто на JavaScript или на TypeScript, или, может быть, на Dart, если Dart кто-то использует здесь. Это не так важно. То есть это диалект. Диалект — это вопрос, скорее, вкуса вас и ваших программистов, которые это пишут. Если удобный CoffeeScript — окей, CoffeeScript. Мне кажется, что скоро выйдет Angular 2, который тут упомянут, и мы все дружно перейдем на то, что у них называется AdScript или TypeScript версии 2.0. То есть диалект, в общем, мне кажется лично несущественным, но, опять же, если приложение уже не прототипное, если вы его собираетесь, там система сборки подключена, то можно любой диалект выбирать, спокойно собирать приложение просто на ваш вкус. Нам пока подходит CoffeeScript. Я его давно использую. Мне очень нравится. В общем, радуюсь, что из него некоторые фичи уже перетекли в ESMAScript 6, если не ошибаюсь, 6 и 7. Потихонечку перетекают и прямо так… Любопытно наблюдать, когда, допустим, народ ругается, что нужно писать на стандартном ESMAScript, нужно писать на шестом ESMAScript. Вот, смотрите, сколько там фичного. Да, как бы там много фичного. Они половина взятого из CoffeeScript напрямую, где-то синтексис поменяли. Окей. То есть такой вопрос очень холиварный, но для нас он скорее вопрос вкуса. Пока используем CoffeeScript, будем смотреть, что произойдет после выхода второго Angular. Немножко про него чуть-чуть скажу. Мы ждем второй Angular, потому что он, как обещают, позволит писать гораздо чище, гораздо семантичнее. То есть если сейчас Angular — это мешанина из коллбеков, вернее, его использование даже в самое минимальное, но требует мешанина коллбеков, работать с промиссами и обещаниями и другими особенностями внутренними Angular, то есть если вы вдруг еще его не используете и посмотрите на его архитектуру, увидите, что там все свое, то есть вплоть до загрузки данных через свой HTTP-провайдер, вплоть до системы, как создаются компоненты, то есть, например, они совпадают с предложением по веб-фрагментам, которое сейчас Google использует в другом своем фреймворке. То есть Angular — это свой мир, и если вы начали писать предложение на Angular, вы с него уже не слезете, скорее всего, потому что это будет очень дорого, это будет сравнимо с полным переписыванием приложения. Но, тем не менее, мы его используем и ждем второй. Нам очень нравится. Если быть аккуратным с производительностью, то вопросов особо не возникает. Angular работает для нас хорошо. Вот. Это, наверное, мясо, доклады мои основные. Я готов услышать вопросы. Потом еще, если у нас время останется, окажется, что останется, я обязательно еще одну тему бонусную расскажу про мои любимые цветовые модели. Задавайте, пожалуйста. Про делегирование рендера поподробнее можно сказать. Делегирование рендера. Очень просто. Дурацкое слово «паразит», но мне не нравится почему-то. Делегирование рендера. Angular рендерит элементы. Это понятно, да, что он смотрит, допустим, там есть ng-repeat. Элементы повторяются столько раз, сколько нужно. Соответственно, когда в элементе, допустим, используются привязки какие-то, используются в двойных фигурных скобках привязка, или, например, используются еще директивы, например, ng-eve, который показывает и показывает там ng-show, что угодно. Любая директива понятным образом Angular за ней следить начинает. То есть эта директива съедает производительность. За ним своим использованием. Если элемент простой, если ему нужен, например, ну вот просто график, допустим, с тысячи точек, но от каждой, в общем, нужен просто клик. Такую точку дешевле создать будет одна директива на график. Вот весь график — это одна Angular директива. И мы говорим графику — отрисуйся. Вот тебе новый набор точек, и вот тебе функции, которые посчитают, как сейчас они должны отрисоваться по сравнению с тем, какими они были. График начинает рендерить буквально руками, то есть там jQuery или D3. Создает элементы, позиционирует их, разносит. Про эти элементы сам Angular ничего не знает. То есть для него они ни к чему не привязаны, и поэтому они не живут производительность. То есть если попробовать через Angular санимировать тысячу элементов, можно увидеть, насколько это медленно. Если попробовать это санимировать через D3, это быстрее. Вот. Вот это делегирование. Делегирование на React, оно немножко отличается по сути. Оно больше про реактовский движок сравнения. Движок сравнения контента. Понятно, о чем я говорю, да? У React очень мощный этот движок. Он позволяет очень быстро менять дом-дерево. Но React в целом, вот нам, например, как framework не подходит. Поэтому мы только экспериментируем с этим. И вот React, ну, не делегирует пока. Но тоже рассматривает возможность, в основном пока делегирует на D3. То есть достаточно простая мысль. Если нужно рендерить много и, возможно, синхронно анимировать или каким-то сложным образом рендерить, лучше это делать не вот Angular в чистом виде, а чтобы Angular только собрытие послал. Он очень прекрасно работает, ну, понятно, в качестве движка маршрутизации событий. То есть там какая-то кнопочка сказала, чувак, нужно перерисовать весь график. Событие поднимается в корню документа, слушается там и рассылает всем потомкам. Ребята, рендерим график. И они в общем ритме начинают так. Начали анимацию, передвинули элементы, добавили что-то, украли. Все, рендеринг закончился. То есть вот у нас, то, о чем я говорю, наша микробиблиотечка, она про это. То есть узнать, что график нужно перерисовать и перерисовать вот не Angular, а руками. Если делать это аккуратно, это очень хорошо получается. А по целям сказать, почему React не подошел? React не подошел... Я хотел сказать, почему Angular подошел. React не подошел просто потому, что он решает достаточно ограниченную задачу. Он не берет на себя то, что нам интересно как раз-таки от Angular, работу с вмещаниями, работу с сетью, очень хороший dependency injection. Angular-овский. Он берет на себя минимум именно рендеринг. То есть примерно, опять же понятно, чем хороший React. И довольно, кстати, интересна реализация React для Canvas. Если, не знаю, не знакомы, это от Flipboard. Ребята сделали свою реализацию React именно для Canvas. То есть там можно очень быстро, ну вот реально они добились 60 FPS. Это максимум для веба. Они добились 60 FPS для Canvas и использовали это, если не ошибаюсь, в приложении для iPhone. Как-то вот так вот. То есть да, React тоже имеет место быть, но для нас он не подходит. Слишком мало решает задач. Лишний фреймворк тянуть ради этого не хочется. Я чуть-чуть еще скажу про производительность. Очень много опять же, если будете смотреть на… Ну что-то секунду. Не будем спорить. Хотелось бы примером помочь. Да, я вот сейчас как раз могу показать, если вопрос будет примером. Мне было важно, у нас тема заявленной технологии, рассказать про них. Я могу показать пример, если будет вопрос. Есть? Таких конкретных нет. Таких конкретных нет. Ну ладно, я все равно покажу на самом деле. Покажу. Про производительность и про технологии. Знаете наверняка, что технология Canvas, Canvas, она тоже используется часто для разных задач. Вплоть до создания игр, если требуется быстро. В смысле быстро, а в смысле перформантно. То есть с высокой производительностью. Ну и тут больше говорим про SVG. Опять же, возможно, SVG вам не подойдет по какой-то причине. Я покажу что-нибудь от Майка Бостока. Мне очень нравится его работа с картами. Я покажу то, что мы работали в лаборатории с картами. Вот такая визуализация. Сейчас чуть-чуть пролезну. Ой, тут уже данные пошли. Это SVG-утализация. То есть видно, что просто карта, а очень малой кровью можно реализовать на тетритут. Буквально полтора экрана кода. И этот код включает в себя все include и так далее. Он подгружает карту, раскрашивает карту в зависимости от данных и так далее. И для таких задач SVG прекрасно подходит. Как видите, как минимум проблемы. Можно использовать SVG-шные фичи. И SVG-шные фичи могу тоже чуть-чуть совсем показать. Все-таки не мой доклад, но вот очень для нас он важный. Сейчас чуть-чуть пролезну. Что-нибудь мясное. Вот, например, такая штука с строком. В SVG можно вводить объекты любой формы, которую вы только себе придумаете. Всем, чем вы можете опять же придумать. То есть можно, например, закрасить объект произвольным фоном, используя ту же технику, что мы используем на карте, которую я показывал. Мы берем векторный объект и используем его в качестве маски, которая обрезает прямоугольник. Получается вот такая вот штука. Причем маска может быть, например, полупрозрачная. Это мне тоже кажется достаточно важным. Пока просто не использую себя. Да, вот, есть прекрасная анимация того, что можно сделать на SVG. И если не ошибаюсь, то даже без JavaScript кода, то есть это визуализация, точнее, это не визуализация, это такой стек. Оно написано просто на SVG анимации. Там, SVG тоже умеет себя анимировать, если я могу сказать, как. Здесь анимируется с разной скоростью. Такие вот треугольные сегменты получают с ключных штук. Это, в общем, маленькие примеры того, что имеет SVG. Я поэтому сейчас хотел к Майку обратиться и еще показать все-таки, что иногда используется не SVG. Иногда SVG не подходит. Вот, если вы думаете, на чем вам делать, то иногда ответ не SVG. Очень просто. Если вы, например, хотите делать игру… Кто-нибудь видел недавно этот очень популярный стал Agar? Agar.io. Нет, ладно, видимо, я слишком много сижу в интернете. А, я говорю про вот эту вот штуку, где игрушечки ползают. Да, да. Вот, отлично, знакомо. Вот оно, например, на конве. То есть, канвас, он производительнее. У Майка есть моя любимая такая визуализация. Сейчас. Ох. Она называется «Тур по миру», «Girl Tour». Она… На конве она использует данные о том, какие есть страны, и показывает их вот на карте, на глобусе, как импровизированном, хотя он по самому их верный. То есть, это просто картографическая проекция 5GZ3. Вот. Мы решили как бы сравнить, как оно с производительностью, и сделали то же самое… Сейчас, секундочку. Вот. Сделали то же самое для созвездий. Здесь немного плохо видны линии, я призумлю. Да, так линии, так бы лучше. Оно берет за основу данные о 88 созвездиях, о том, какие есть звезды, и об астеризмах в этих вот линиях, которые мы обычно представляем по созвездиям. То есть, там, кошек, большая медведица, это астеризм называется. Это тот же самый, как бы, тот же самый, вообще-то, GIST, на который натянуты другие данные, другие стили и другая картографическая проекция. Получается такой, как бы, внутри глобуса. Вот. Это был, опять же, эксперимент для нас на производительность. Вот здесь он тоже рисуется на конве. Вот такую штуку на SVG делать очень будет быстро, к сожалению. То есть, если у вас много элементов, если они двигаются, анимируются, решение скорее конва. По поводу примеров сейчас поясню с нашего сайта. Мы пишем, в общем-то, о том, чем мы занимаемся. К сожалению, пока не все проекты можем раскрывать. Раскрываем их в самом общем виде. Видите, к нам начали банки приходить. Вот. Но есть, например, мощная штука эти... Сейчас, секунду. Бактерии. Коллега мой делал пример. Сейчас продемонстрирую. Вот здесь чистый D3. Сейчас оно загружается, загрузилось. Это визуализация, о которой, опять же, с точки зрения дизайна, например, она нехорошо рассказывает. Оно, если не ошибаюсь, уже есть в докладах. Сейчас чуть-чуть уменьшу. Оно показывает, как бактерии людей из разных добытые из кишечника людей из разных регионов, совпадают или не совпадают, если их между собой сравнивать. У нас даже с Татьяной Хабри про это есть. Вот. Здесь это чистый D3 и S-Vidget. Здесь, как видите, никаких быстрых синхронных анимаций, поэтому не используется Canvas. Это достаточно простое приложение, которое, в общем-то, является прототипом для людей, которые на основе этого делают научную работу и просто показывают, как это связано с их выводами, просто используют для, грубо говоря, скриншотов. Такое приложение, ну, как бы, можно писать спокойно на SVG, на D3, и никаких здесь не возникает с этим проблем. И вот, это пример, наверное, самый интересный для нас просто, потому что это научные данные, и они достаточно были непривиальны, насколько я помню, рассказ до мира. Вот. Это про больше примеров. Давайте еще вопросы, если остались, потому что сейчас еще просто рассказал небольшой. А есть какие-то стандарты представления данных вообще? Есть ли какая-то литература, где описывается, каким образом данные должны представить? Где это свободная творчество? Где очень просто? Прекрасный вопрос. Я для себя, как бы, изучаю стык психологии и программирования, как когнитивистику. То есть, вот, как мы можем представлять вообще приложения, как можем представлять данные, чтобы они воспринимались? Вопрос очень хороший. Есть, конечно же, ребята, которых можно назвать классиками. Это Натарти. Ну, человек, который, в общем-то, больше всего, наверное, по представлению данных описал его книги. Это, ну, такая Библия, наверное, лабораторная. Мне очень нравится здесь скорее наблюдать за другими. Я не могу сказать, что вижу какие-то, ну, прямо доки, там, гуру. Но следим за разными людьми, сами наблюдаем. Опять же, могу посоветовать немножко послушать Танины рассказы, как в наших видеоуроках на сайте. Они там бесплатно доступны. Типа видеокурсы. Тоже экспериментировать с этим форматом. Там очень интересно. Люди пишут отзывы и говорят спасибо. Можно посмотреть доклады. Там есть основные форматы, которые, понятно, по причинам используют. Таблицы, самые простые графики, там, в виде удавов или набора точек на двух осях. Интересно как раз отталкиваться от этого и идти в свободное творчество. То есть когда, например, опять же, открою с нашего сайта. Марафон не будем. Вот. Прекратор стоимость телеса. Здесь есть... Сейчас, секундочку. Погружается. Есть прекрасная картинка бревна, которая показывает... Сейчас, секунду. О, бревно удивилось. Это очень, как бы, такой тупой ход. То есть его можно легко придумать, но он достаточно наглядный. То есть есть ходы, которые, они очень простые в своей сути, но они просто помогают понять разницу, что вот 4 метра, вот 6 метров. Есть некоторые родители. Мы начинаем именно с этого. То есть экспериментируем самыми простыми вещами. Вот просто раздавляем таблицы. Подходит, не подходит, так, не подходит. Двигаемся дальше, какой-то график. Может быть, почва уговоряется. Для нас, да, вот это скорее про то, что там, почитать таблицы, а потом идти экспериментировать. Вот так. Да, бревном она очень наглядная. Кто еще раз? Бревном очень понятный наглядный для конечных курсов. Да, да. Как раз про это, да, опять же, уже, наверное, третий раз сошлись. Если к тайной лекции вернуться, там прекрасный рассказ про визуализацию машин. Как показать машину на графике? Просто вставиться в машину на графике. Все. Машина и флаг. И год производства. И очень много сразу про нее понятно. Что это за машина? Когда произведена? С какой стороны? Кто-то там сразу поможет ее, конечно, узнает. Но не все. Вот. То есть, да. Наглядность — это то приобретение, которое мы имеем просто используя в современной роботехнологии. То есть, если там старый HTML — это, извините, таблицы, методные картинки в низком разрешении, то просто зная, что у пользователя хороший монитор можно показать ему гораздо больше. И наша задача — это, прежде всего, да, плотно упаковывать информацию. То есть, вообще, польза визуализации основная — это либо помочь принять решение какое-то, которое может там очень важно или оно может очень дорогостоить для человека. Или просто продемонстрировать ему информацию, которую он, может быть, иначе не увидел. А, это вот то, ради чего марафоны задуманы. Сейчас, секундочку. Хром сопротивляется. Сейчас вернемся. То, ради чего марафоны задуманы — то есть, просто возможность посмотреть на большой объем данных, не усредняя их совсем. То есть, не говорить, что, допустим, средняя скорость участников марафона — 15 км в час — все, спасибо, уходи, чувак. Да, места мало. Да, данных гораздо больше, чем места и таблицы. Там, допустим, данные по всем участникам — это бесконечная простыня, которая идет на 5 этажей вниз. Мы себе такого позволить не можем, у нас столько места нет. Поэтому, в общем-то, да, наши визуализации больше про то, как компактно и при этом интересно показать данные. Удава есть? Кто уже видел удава? Вот этого вот. О, хорошо, есть люди, которые знают. Да, удав, который показывает, как распределять участники по марафону, по трассе. Видно, что стартуют все примерно в одно время и затем разбегаются. Здесь разные цвета используются, чтобы показать пол — синий и красный. И в зависимости от насыщенности и возраста. Чем насыщеннее, чем темнее, тем, соответственно, больше возраста. И можно прямо, скажем, двигая точку ответственную за текущий момент времени, смотреть, как распределяются участники. Где их было больше, где меньше. Отдельные точки — сейчас, секунду, я воспользуюсь фичей. Отдельные точки, вот тут они немножко видны. Показывают группы, если не ошибаюсь, до пяти участников. — Там можно выйти на карте, а эти таковы они реально показывают? — А, по пять человек, по-моему, максимум. — А, окей. Соответственно, да, точки показывают отдельных участников, которые там могли оторваться. Можно еще на них посмотреть, если их выделить в таблице. Таблица участников, несмотря на то, что я рассказываю, потому что она очень длинная, она присутствует. С ней можно тоже поработать. Ну и да, вот так вот можно двигать этот прекрасный low-down. Смотреть, что в момент, допустим, вот здесь первые участники подбираются к финишу. Они вот здесь вот и будут уже на напряжении. Хотя кто-то еще вот там играет подальше. И, соответственно, дальше нам визуализация показывает, сколько народу вообще урефинишировало. Но при этом есть реальная данная, то есть сохраняется вот эта последовательность в том, каким цветом, когда коробируются участники. Снизу видно, что у них разные цвет блоков. И понятно, где финишируют мальчики. Где финишировал сам первый. Соломон, где два разных людьми. И где, соответственно, финишировали те, кто лежал на филляже. Ну, первая девочка дальше видна. Вот. Это вот визуализация, опять же, тоже SJJ. Здесь используется, как минимум, ДТРИ на работе влево. Это прибор провода. Но мы не используемого проекта. Мы не используемого проекта. А, в принципе, это частично под основанием на AngularJS. На следующей части мы видим. Поэтому сейчас нам обычно Angular все эти задачи открывают. И здесь тоже ДТРИ используется, если не ошибаюсь, для расчета кривых. Которые одевают вот эти улицы класса марафона. И используются, ну, некоторые просто объемы письматики. Которые из данных предоставлены там организаторы. Вычиняют данные достаточные, чтобы проверить кого удало. Вот справа немножко статистики. Я опять туда тоже говорил. То есть, если есть какое-то интересное статистическое представление, то можно его тоже использовать. При этом для нас очень важно не терять эту основную массу и найти то, что интересно в данных. То есть, то, что позволяет сказать, а, вот он, вот самый медленный, например. И это может быть, как прилипе моложе, как прилипе старше. Или начинающим, и люди уже, соответственно, просто долгосрочные. Немножко. Вот. Много-много пространства. Надо прочитать просто, играя, экстремизируя с таким вот главным. И это, как бы, информация, придуманная для этой задачи. То есть здесь, когда это было придумано, если не ошибаюсь, то есть Серёжа Галинин, нашей бизнеса. Ну и, соответственно, продуманная для этой статьи, которая работает основной. Вот. То есть, так, с форматами мы экспериментируем, а данные, да, стараемся все-таки не терять. И, если, да, грубо-вызно, то можно подобриться, подриться, подриться к людей. Или, например, только женщин, да, и оставить. Сейчас, наверное, больше сексизм и мужчин включут, потому что их больше. Вот, у нас туда солнце включается. Можно посмотреть, как мешают мужчины. И, к сожалению, с этими проектами, вроде, женщин будет очень трудно. Я попробую даже. Да, здесь довольно полный слой получается. Видно, что... Да, опять же, видно, например, что чуть... Такое разделение без больших групп получается. Мужчин как-то гораздо больше проявлен цепл. Да, вот здесь вот, а девочки как-то равномерно обижаются. Вот, так мы с данными обращаемся. А как здесь обстоит дело с разной шириной мониторить? Как растягивать или фиксировать? О, спасибо. Так, фиксируемый вопрос. Мы очень, опять же, заботимся о том, чтобы визуализация работала на разных экранах. Не инсестирует, понятное дело, на мобильное определение. Нет такой задачи. Но визуализация адаптируется. То есть, если экран... Сейчас он его выпустит. Визуализация будет... Так, старается... Сейчас... Здесь только нужно запомнить о том, что очень сильно ограничены размеры. То есть, например, у проектора сейчас тысяча на пиксели. Поэтому... Вот, например, 750... Это уже не бывает. Ну... Понятно, да. Тысяча... 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 Вот. То есть, визуализация остается отстраиваться. Это очень, опять же, зависит от того, как оно устроено. У них в каждой свои лимиты, свои особенности этой подстройки. Но мы стараемся не терять. Это видно, что тут, например, киперменные лимиты не переехали. Вот. Странно. Да. То есть, визуализацию очень стараемся делать не фиксоидно. То есть, точно так же, как с сайдами. Там, можно сделать это, там, сказать, у всех 800 пикселей. У кого меньше, тот, там, дурак. У кого больше. Ну, и, как бы, вот эти пункты. Мы стараемся занять максимальное пространство. Это... Это... Это вполне... Не слишком трудно, скажем так. Это вполне приемная цена за это. Обычно больших проблем не возникает. Ну, это с мангтивными. А, с мангтивными. Соответственно, презентация, ну, визуализации работают... На... Сэджи, визуализации работают, например, на айфоне. Вполне приемлемо. То есть, тут... Ну, на росте и дизайне ставят пункты. То есть, там, где мы делаем, например, большой проект, там мангивно ведущий пикатериал, который делает информативное приложение. Потому что версия расайфера подойдет, понятно, это менее интересно, чем мангтивное приложение. Если есть на это возможность, то, как считают, конечно, делать мангтивное приложение. Какой-то принципиальной проблемой в том, чтобы создавать визуализацию в мобильнике, нет. То есть, что можно. Единственное, нужно смотреть на особенности, например, андроида. Если я не ошибаюсь, там были большие проблемы с кэрмессом. Какой-то версия бы не поддерживалась совершенно. Хотя аналогичная версия с топного хрома поддерживала, а амбильные почему-то нет. Нужно просто проверять себестостенности и их принципиально поменять. Это одна из причинок, когда мы с таким без сомнений не будем продолжать скрыть. Просто потому, что с очень много позов, включая андроида, как очень много позов. Так что да. Ок. А. Я теперь хочу нашу манеру встречу и закончить. Мы будем через 15. Поэтому я еще отвечу на вопросы. Я еще расскажу о вашем блоге. Кажется, что вы еще наслышались. Давай. Производование данных. Вот у вас есть огромное количество данных в каком-то формате. И скорее всего стоит задача преобразовать вам что-то. Какой-то удобный формат, например. Есть ли какие-то книги или еще что-то, о которых можно было бы передавать? Где-то эти задачи. Да. Скорее да. Скорее да. Сформулировать вот так. Мы, в итоге, достаточно простыми, даже, наверное, для тех, кто проходированием занимается, понятиями. То есть объект. То есть набор предизначения, предизначение. Массив. Набор однообразных, равных. Число строка. Офигеть. И нет в этот статусе. Нам не нужно каких-то сложных форматов данных. Поясняется, потому что, понятно, что есть специфичные форматы, например, хранение валюты. Нельзя к хранению валюту. Солнце происходит то, что нужно хранить валюту. Это такая скорость, действительно. Сейчас со временем выкают эти вопросы. Данные, понятное дело, бывают у нас очень разные изначально. Мы пока не сталкивались с необходимостью обрабатывать совсем наиболее формат. Т.е. мы получаем данные либо из API, который я получаю обычно при сон, но в принципе можем жить и с XML. Никаких какая-то проблем. Т.е. не существует. Три прекрасно партизных XML. Это не ассистирует, проводится в партизе или проводится так, как он может. Если данные, допустим, в формате SQL tab, проще всего их, кто их тоже вкратит в CSV. Т.е. загоняется в базу данных, экспортируется в виде CSV. Т.е. никаких фундаментальных проблем для этого нет. Т.е. если данные доступны в прозруху практически любой базе данных, почти у всех есть приемлемые API-3. Т.е. наша задача получить либо в JSON, либо в CSV, либо API для частичной погрузки. Тобой или другого. Т.е. в общем-то все. Т.е. каких-то простых требований в данных мест, поэтому нам легко для образовательного информации. Т.е. сами инструменты для этого используются. Т.е. можно про данные и у меня еще что-то есть? Т.е. так, вот. Т.е. а ты по вопросу? Т.е. Т.е. просто было интересно, почему? Т.е. почему? Т.е. потому что крипит большие данные и, я имею в виду, я имею в виду, есть статичные. Т.е. большой объем данных и формат или сходный не может быть предсказуемый. Т.е. может быть Excel еще? Т.е. другой текстовый формат. Т.е. текстовый формат. Т.е. текстовый формат. Т.е. текстовый формат. Т.е. текстовый формат из-за Terrat sprawlания. Т. … про то, чтобы взять данные в некотором, непонятно каком формате и превратить их в стандартную графику реализацию. Дейдерайт позволяет нам видеть себе данные и помогает с ними разбираться. И он и в соус, кстати. Поэтому он может приобрести. Вообще, если речь идет о том, что давайте создадим какую-то реализацию, мы разбираемся довольно много с данными. Если вернуться, например, к задвикарте звездного мира, здесь у данные парсии сами, буквально, если я ошибаюсь, парсили вегипейт или на предмет списка взлет, парсили сайты на предмет какое-где совсвестие. Узнали очень много о том, что, оказывается, сегодня мы делятся ровно на 8-8 совсвестий, нет точек на эти, которые не принадлежат совместию. Парсили отдельно вот эти линии с другого сайта. И получается, да, иногда данные собрать трудно. То есть иногда это целая история. Прекрасно, когда есть API. То есть, я не знаю, если это знакомый проект, как может быть этот кьюг от ребят, которые делали Square, систему, если не ошибаюсь, считывания банковских картов для iPhone. Это тоже MindBoss, который внутри делал. У него есть тоже система собирания метки. То есть иногда нужно дизуализировать большой герб метки. Мы пока с этим сталкиваем в лаборатории, но я знаю какие удачи. Похоже, что рано исполнилось. Хорошо круто, когда есть система прям сбора данных. Если данные собраны на таком формате, лучше договаривать, как они будут преобразованы. Мы для себя решили, что если потребуется это делать, мы будем воспользоваться на ноте, на фишенном сделанной команды, которая будет форматировать на данный формат. Вот так. Хорошо. Хорошо. Айто, мы еще можем продолжать, да? Айто, мы еще можем продолжать, да? Айто, мы видим, Айто. У вас это не надо. Прошу, ладно. Я возьму еще буквально 15 минут. Какие люди с нашими наработками сейчас возьмем голосовое название. По этой минуте, пожалуйста, кто вообще никогда не работает, и я с цветом, там, не фотошопит, не делает сайты, не разбирается на новые модели. Есть ли у нас кто-нибудь, какой-то счастливый, который все-таки сбежается? Ага, нет. Наверняка знакомая вот картина на проекторе менее яркая, чем должна быть. Но это достаточно понятная проблема. В простых математических моделях цвета, которые используются для предложения этот же гни, для представления этого предложения может использоваться HSC или HSV, есть большие проблемы с однородностью. То есть, если вы на эту работу посмотрите на экране монитора, просто наберете с нами HSC в screen-те, увидите такую же работу в виде кубики или пирамидки, у нее есть большая проблема. Если вы строите клиент на такой радуге, у вас цвет будет неоднородно меняться. То есть, если вы, например, в модели RGB построите клиент от красного к губому, через какой цвет он пройдет? Он будет от красного меняться не к губому уже сразу. А? Серый цвет. Да, посередине будет серый цвет. Это как бы плохо для нас, если мы хотим делать на графиках так или иначе. Сейчас, секунду. Да, конечно. Да. Так, да. Да. Да, по-прочу что-то в связи с с... Сейчас я еще что-нибудь покажу. Сейчас данные как-то будет. Нет, слишком ненасичнево, очень тяжелее. А когда мы говорим про выбор цветов для визуализации, когда нам нужна какая-то последовательная инвалидера, которые цвета возрастают в некотором порядке, и при этом равномерно. Человек говорит, что вот, а вот этот оттенок видно относительно другого, а оттенка на некоторую понятную личину. Сейчас я попробую сделать что-то, что более наглядно будет на нашем проекте. Вот так вот, например. Вот, хорошо. А как нам выйти в таких ситуациях, если в RGB, градиент красным и полугом идет, извините, через серый? И если средний цвет между ярко-красным и ярко-зеленым, тематически, это тематически желтое, как коричневый, называемый голодой. А нам не очень удобно это все делать. То есть нам нужно придумать какие-то другие тематические модели, где они уже в общем-то есть, просто их нужно использовать. Не в такте как-то в RGB подобрать что-то, а понимать, что цвета лучше нам другого представлять. И модели HSS, HCC, которые используют эту идею, что есть некоторый цветовой тон, есть яркость, там от черного к делу, и есть массичность, которая как раз вопросов не вызывает в общем-то нести с тоном, а вызывает больше всего яркость. А вот эта модель, она тоже не описывает цвета так, как их воспринимает человек, она их описывает для машины в долгом образовании. Их очень дешево, очень легко считать. Именно поэтому, например, на 3G есть графические эффекты. А для конкуринга писать графический эффект, это вот как бы раз-принут. То есть берем данные в RGB, обсчитываем их как-то в RGB, мы не выдаем результат, как бы устраивать, все нормально, но построить такой линейный ингредиент, который нам будет достаточно простая задача, мы не столкнулись периодически. Это должен лазать, нам будет лазать. Лазать, как раз, ингредиент, синий ингредиент на ударе. Как это сделать? Как это построить? Как подобрать цвета? В какой модели, линейная какая-то линия, она будет действительно равномерной? Это довольно простой. А модель, которая используется, ну, например, по-пограммам в лабе, это LAP модель. LAP. То есть модель яркость остается точно тот же самый параметр, что и в других моделях. Яркость L суммарная и два параметра PAP, которые представляют нам собой цвет. Она не очень удобная, потому что в лабе цвет, вот эти два параметра PAP, они не ингредиенты совершенно. то есть, если с алфой с обработкой про фотографии, про цвет, наверняка знаете там параметр Tint, который отвечает, извините за шкафу, от зеленого до фиолетового. То есть, когда это можно вывести фиолетовый, можно вывести зелень, и это как бы один параметр LAP. То есть он не очень ингредиент. Но эта LAP, она достаточно по делу, и нужно просто еще один шаг сделать, и прийти к модели, которая дает нам легко выбирать цвета. Она называется HCL. Это модель, ну, Chroma Whitens. То есть, Hue-Done, точно так же, как HCL, HCL-L Whitens, то есть такое же место. Считаю, что насыщено здесь, но это название Chroma. Оно немножко другое. Оно отличается от Saturation в тех моделях. И модель HCL, она не берет на себя полностью вот RGB-кубик, как кубик, не пытается его в слидер и в хранитку. Она очень неоднородная. То есть, если вы посмотрите, как в зависимости от насыщенности меняется диапазон из кубков цветов, он меняется нелинейно. А модель, сейчас сформулирую, говорит, например, что вот синий свет, он объективно достаточно темный, может быть, его верхняя граница достаточно высоко находится. И аналогичного темного зеленого просто не существует. То есть зеленый, вот здесь, он не существует, он может быть только таким, такой насыщенностью. Если будем менять насыщенность дальше, увидим, что самая насыщенная вообще в этой модели, это вот синий-фиолетовый кластер, а светло желто-зеленый, и красный-фиолетовый, вот здесь они еще с нами соединяются, на самом деле, синий-фиолетовый кластер. Эта модель, она очень, она, скажем, гораздо лучше, чем RGB производные, показывает реальные возможности нашего световосприятия. О том, что цвет, который казалось бы, в бумаге на числах, он точно такой же, как некоторые другие, такая же явность. у самого яркого красного, у самого яркого булова, оказалось бы, такая же явность. В этой модели говорится, нет, это не так, а яркость на самом деле другая. Если крутить по дамам, сейчас здесь продемонстрирую, видно, как меняется, то есть опять яркость от черного белого, начинаем менять второй ток, и видим, что для разного цвета получается разная форма. То есть желтый, например, может быть очень насыщенным в данном направлении по сравнению с другими цветами. Вот когда он яркий, темного, желтого, насыщенного, здесь не будет. Эти цвета трудно отличить друг от друга, поэтому они всегда поджимаются, всегда распрягаются, потому что ее еще можно отличать. Эта модель, она старается поддерживать одинаковые параметры, то есть название ветвей Е, которая отличается за то, насколько отличаются пары цветов. Я использую эту модель всегда, когда мне нужно собирать строить Е, и, соответственно, смотрю, опять же, на вот эту модель, здесь можно просто покрутить, посмотреть на разные форматы, например, другой цвет. Видно, что глубых оттенков, учитывая возможности наших комментариев, мы можем достичь гораздо меньше, чем, например, красный или желтый. А вот у синего, фиолетового, получается, что есть много темных насыщенных оттенков, а вот цвет начинает сливаться. Хотя, казалось бы, RGP ранится очень маленькая, но вот эти цитаты для нас будут почти неотключимы. и если, если, соответственно, нужно подбирать HTML2, сейчас покажу еще пару инструментов маленьких. Один из них называется I want you. это вся новостная штука подбирается не нужна. Точно так же она использует на всей модели и позволяет ограничить, например, желто-зеленые цвета с определенной насыщенностью, но, допустим, не слишком ярким. Тут можно разными способами с ними обращаться. Можно, например, собрать по листу, например, больше игрушек, потому что такие вещи шутками делают. Но очень наглядно цепь показывает в итоге дает обращаться с HTML2 цветами. Здесь у них есть даже свои наборы предустановленные. есть свои пресерки, которые группируют тоже соответственно долго их выбирать. Понятно, что если вы поднимаетесь витализацией, это, возможно, более редкое. Но иногда это становится важным. Просто подобрать набор цветов можно тысячи разных способов. Сделать так, чтобы человек в ограниченном пространстве рассчитывать много разных тонов, это такая физическая и нужно пройти грамотно. Это наверное цветовые модели. Это очень важная тема, которая не будет рассказывать. просто потому что обидно, что берут RGBB где могут поехать. Вот. Сейчас думаю, что здесь все. Если у вас есть вопросы, то задавайте их сейчас. что сейчас будет молчать. Тоже хороший вопрос праутер не знает VHSC туда, поэтому нужно подобрать и дать ему в RGB. Это один вариант. Сейчас у меня буквально в потребительском состоянии маркинг это делает сам. То есть например продерживается HWB модель которая еще не не стандарт ой тут секунду вот такая цветовая модель она не поддерживает CSS по общению и использует ее идея. Она очень простая на самом деле. Для того, чтобы пока CSS модуль левел 4 цветовой для того, чтобы ее можно будет использовать в MishoPly это просто CSS. Также я планирую аналогично аналогично для этого будет пакет рубеж в свой для HZ. Там тоже очень трудное образование можно будет ссоциировать свой выпуск. Да, пока не будет. Используем BPU3 вычисляем вот так. Сейчас находит свой фильтр самый низкий способ. ссылка для подпора тех самых клиентов про которые я сказал так я боюсь не могу так ладно давайте найду лучше выручить накладу ссылку советую посмотреть если вот это интересно ссылка которая дает подобрать гардиент сразу с двумя центрами вот так мы я шучу про красный серый другой но точно так же бывает нужно взять градиенты если вы опять если вам готовы то больше всего которые модели здесь покажу сколько мы добиваемся здесь есть однотонные градиенты на карту сейчас я указываюсь ну да окей так есть двутонные градиенты которые есть два цветовых полюса холодные и теплые от красного к голубому он что-то сделает если сделать чуть-чуть побольше цветов вот так то то клиент становится достаточно наглядным то есть белый это средний красный это одно синий другое как называемый диверджинг вот такую штуку можно собрать я ссылку подложу но если нужна готовая то проще это дешевое решение оно даже внутри очень легко это используется попробую погубить нам все эти наморные слова они уже предоставлены для вас вот вот так и самый главный сайт это пишите если дух нужно изобразировать то пишите спасибо 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 и если вопрос есть он очень разрешен спасибо спасибо все с он очень модульный и если сс очень мельно развиваются грех не использовать когда есть все что нужно еще можно свое описывать что я прошу про него я имею ввиду именно почему он еще очень высушенный то есть он быстрее работает я так понимаю он же на клиенте нет советую почитаем вот сидник буквально сегодня мы здесь а там а сидник рассказывал там хорошие слайды смотрят слайды про то почему он был придуман про то как это все развивается почему постпроцессинг лучше препроцессинг среди прочего там удобно потому что есть автопрефиксы он уже больше нужен как я понимаю для поддержки браузеров да в том числе ну для новых фич которые только препятствуют я понимаю что если ориентироваться на современные браузеры это не ну не очень актуально ну вот все равно подстраховка в том числе в все очень удобные проверки вализа то есть там можно валидироваться на то какие фичи их пользуются там он предупредит если эта фича допустим ничего не доступно в том браузере который требуется поддерживать плагеров там очень много они в основном полезны в апреле получается что имеется суть для нас я думаю что мы будем новостроек использовать все таки не вместе а что то ну не вместе с чем то с припроцессом да виднее он заменяет перемены циклы там все есть ну что поэтому он отменяет получается что в начале ты все равно на css пишешь на css уже свитча т.е. это просто css расширение а фичи можно использовать как бы который планет подобрал то используешь хорошо я посмотрю лекцию просто так очень мало хорошего описания такого только появился не но с другой стороны в интернете тот же ситник прямо